Добрый вечер, в эфире телекомпания «Город», программа подробностей. Налоговые органы получили новые очаги воздействия на тех, кто научился обходить закон. О главных изменениях сегодня говорим с Алексеем Лощеновым. Задача, которую перед собой ставил законодатель, это в первую очередь создать реальные правовые механизмы, касающиеся решения именно этой проблемы – борьбы с незаконными финансовыми операциями, с фирмами-однодневками, но борьбы в рамках корректировки законодательства о государственной регистрации юридического лица. Первое, на что необходимо обратить внимание, это у регистрирующих налоговых органов появилась полномочия по проверке достоверности информации, представляемой для государственной регистрации. Вы знаете, что в сегодняшних условиях представляется заявление о государственной регистрации, как создание юридического лица, так и изменение сведений в ЕГРЛ и иные документы основания. Вот эти документы основания, они налоговым органам по существу не проверялись, поскольку таких полномочий в федеральном законе у нас не было. Теперь они появляются, появляются механизмы проверки, скажем, осмотра объектов недвижимости на стадии проверки документов, представляемой для государственной регистрации, привлечения специалистов, экспертов к этой работе, получения объяснений. Если у регистрирующего органа будет возникать сомнение в достоверности, обоснованные сомнения, в достоверности информации, заявленной для государственной регистрации, о юридическом лице, в этой ситуации появляется полномочия о приостановлении в течение одного месяца государственной регистрации для представления со стороны заинтересованного лица необходимых документов. Вот второй механизм, на который я обращаю внимание, те изменения, которые внесены в закон о государственной регистрации, это внесение записи в ЕГРЛ, 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 о недостоверности сведений об организации. Причем как по тем сведениям, которые были представлены в регистрирующий орган, так и инициативно регистрирующий орган тоже может носить такую запись. О чем идет речь более подробно? Ну, скажем, налоговый орган выяснил, что информация об адресе юридического лица носит неполный, необоснованный, недостоверный характер, что на самом деле организации нет по адресу, указанному в ЕГРЛ. Вот в этом случае законно предусмотрен механизм направления уведомления организации о недостоверной информации. И она в течение месяца может представить документы, подтверждающие достоверность сведений, или актуализировать соответствующие записи в реестре. Так вот, если организация не проводит соответствующие действия, то в этой ситуации регистрирующий орган для того, чтобы любые пользователи ЕГРЛ были сориентированы объективно по информации, вносит соответствующую запись о недостоверности сведений по тому или иному субъекту гражданских правоотношений, информация о котором есть в реестре. Третье, на что я хочу обратить внимание, это тоже принципиальный вопрос. В федеральном законе появились основания для отказа в государственной регистрации по тем физическим лицам, которые ранее были задействованы в деятельности организации, информация или деятельность которой была недостоверна. Речь идет о чем? Когда организация была исключена из ЕГРЛ, скажем, например, признание действующей, физическое лицо было руководителем этой организации. Так вот, теперь для того, чтобы оно, будучи недобросовестным, не участвовало в других правоотношениях, не создавало новых юридических лиц, соответственно, в законе тоже предусмотрено ограничение на государственную регистрацию с участием этого физического лица. Но вот те поправки, о которых я сказал, они вступят в силу с 1 января 2016 года. Какие-то лазейки в любом случае будут искать многие. Фирмы-однодневки приносят немалый доход, это не секрет. Давайте разберемся, как это все будет происходить. То есть, когда мы берем кредит, например, наша история кредитная имеет значение. Можно ли стереть негативную историю, если дело касается фирмы-однодневки? Знаете, в первую очередь я бы сконцентрировал внимание, конечно, на информации, которая касается адресов организации, потому что, как правило, эти организации регистрируются в ЕГРЛ, но при этом не находятся по адресу, используются действительно, как вы правильно сказали, в незаконных финансовых операциях, в качестве таких экономических прогладок, если хотите, фирм-контрагентов. Так вот, сегодня на территории Рязанской области налоговые органы ведут активную работу по обеспечению достоверности именно этого кластера информации в едином государственном реестре юридических лиц. Я о ней расскажу, но что касается поправок, которые были внесены в федеральный закон о государственной регистрации, на федеральном уровне также эта проблема неоднократно поднималась, и теперь предусмотрены особые механизмы работы вот по этой части информации. Если организация хочет уйти из заявленного для государственной регистрации адреса, эмигрировать в другой субъект федерации, или эмигрировать внутри субъекта федерации, в другой налоговый орган, то теперь придется заявлять, соответственно, об этом предварительно, и вносить информацию о новом адресе, предусмотренном в законе, в срок не ранее 20 дней с момента внесения, я говорил, записи об изменении сведений об адресе. Кроме того, для изменения информации об адресе теперь необходимо будет представить еще и правоустанавливающие документы, подтверждающие право на использование недвижимого имущества или части недвижимого имущества. Ну и, наконец, регистрирующий орган, который будет принимать решение о внесении изменений в ЕГРЛ, в части, касающейся адреса организации, это не налоговая инспекция, не ЕЦР, где в настоящее время стоит организация, а это как раз налоговый орган, регистрирующий орган по новому месту нахождения организации. Вот такой комплекс мероприятий, опять-таки я говорю, что такие поправки вступают в силу с 1 января 2016 года. Что сделается у нас, в нашем регионе, в условиях действующего федерального законодательства? Ну вот в последнее время за первый квартал мы 259 организаций выявили, которые не находятся по адресам. Я скажу больше, есть случаи, когда организации регистрируются в нежилых помещениях подвального типа, в нежилых помещениях площадью менее 5 квадратных метров. У нас есть случаи массового учредительства, соответственно, и массовой государственной регистрации вот по таким адресам. Что мы делаем? Мы направляем уведомления руководителям этих организаций о необходимости как раз обеспечить достоверные сведения в единого государственного регистра юридических лиц, быть по адресу регистрации, по крайней мере, что касается единоличных исполнительных органов. Порядка 18% за первый квартал организации уже откликнулись и актуализировали свои адреса, то есть привели и учредительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, находятся в реальных адресах. По всем остальным принимаются меры о привлечении к административной ответственности руководителя организации за внесение заведомо недостоверной информации. И также меры, связанные с обращениями в суд с сысками о принудительной ликвидации таких организаций в силу допущенных грубых нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц. Что бы Вы посоветовали предпринимателям, которые сейчас посмотрят эту программу? Они, естественно, большинство уже знает об изменениях, но вот сейчас первые шаги очень важно сделать правильно. Я бы в первую очередь обратил внимание, конечно, на ту информацию, которая внесена по организации в ЕГР юридических лиц. Сегодня нужно сказать, что организации несут риски направления соответствующей корреспонденции по недостоверному адресу. Если адрес не актуализированный, тем не менее, он содержится в реестре, и любое заинтересованное лицо, как со стороны государственных органов, муниципальных органов, контрагентов, направляет соответствующую информацию в этот адрес, то риски неполучения соответствующей корреспонденции несет именно эта организация. Ну и плюс еще, конечно, нужно внимательно присмотреться к той работе, которую проводят сегодня налоговые органы, мы очень широко освещаем направленные на обеспечение достоверности сведений в реестре. Вот я начал говорить о ликвидации организации, которые грубо нарушают заказа государственной регистрации. Мы сегодня за первый квартал 27 исков таких отправили. Уже есть вступившие в законную силу решения суда. В чем проблема? Организации неоднократно уведомляются со стороны регистрирующего органа. Скажем, у нас есть случаи, когда руководители умерли, но информация о новом единоличном исполнительном органе организации в реестре длительное время не вносится. Или есть сведения о недостоверных адресах, о чем я уже сообщал. Если присутствует та или иная информация, которую, по мнению организации, необходимо актуализировать, внести изменения, привести в соответствие с фактическим состоянием дел, то, конечно, это необходимо как можно быстрее сделать, не дожидаясь прихода налоговых регистрирующих органов, которые уже методами административного принуждения будут заниматься этой работой. Ну и также необходимо сказать, наверное, о нашей практике, касающейся дисквалификации физических лиц, руководителей организации. Это тоже достаточно эффективная мера. О чем идет речь? Буквально последний случай. У нас порядка 20 протоколов об административных правонарушениях составлены по части 4 статьи 14.25 КОАПа. Значит, эта статья предусматривает ответственность за предоставление в регистрирующий орган заведомо ложных сведений. Ну, в частности, последний случай, буквально на территории города Рязани, мы обратились в суд за вынесением постановления о дисквалификации физического лица. Он оказался массовым учредителем 109 организаций, которые располагаются практически по всем субъектам Российской Федерации. Кроме того, главная организация находилась на территории города Рязани, не находилась в адресе, участвовала в сомнительных финансовых операциях. И вот при наличии таких случаев, что называется уже одиозная ситуация, и при этом руководитель этой организации представляла документы об изменении адреса, выяснилось, что и эти документы организация хотела мигрировать на территории Самарской области, выяснилось, что эти документы тоже носят недостоверный характер, поскольку собственник нежилого помещения, куда хотела мигрировать организация, согласия не давал. Вот эта фактура, она позволила выйти в суд соответствующим протоколам административного правонарушения и не принять решение о дисквалификации физического лица. Но это крайний случай, то есть на три года этот гражданин теперь не сможет осуществлять управление любыми другими хозяйствующими субъектами. Вот для того, чтобы не доводить ситуацию до такого уровня, мы рекомендуем опять-таки внимательно посмотреть, вся ли информация, которая содержится в вашей организации, едино-государственных действий юридических лиц, достоверна. И еще один момент, на который я тоже хочу обратить внимание, вот основные поправки, о которых я сегодня рассказывал, они вступают в силу с первой наряде 2016 года, но уже сейчас, с момента опубликования закона, действует норма, в соответствии с которой любое лицо может получить информацию из единого государственного реестра юридических лиц бесплатно в электронном виде. Такой нормы раньше не было, то есть законодатель, наоборот, стимулирует обращение за предоставлением сведений из реестра не на бумажных носителях, а именно в электронном виде. Поэтому вы можете сегодня на сайте федеральной налоговой службы налог.ру в сервисе «Проверь себя и контрагента» получить информацию из ИГРЛ, а можете обратиться к нам за электронными выписками из единого государственного реестра юридических лиц, единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставим такую информацию безвозмездно в электронном виде. Спасибо, кстати, об электронном виде. Если вы что-то не запомнили из этих 10 минут, заглядывайте на наш сайт город62.tv. До встречи!